Мы находимся в 32 главе, и в 6 стихе говорили мы о лести, о том, как спонсоров, которые при этом ведут себя не идеально хорошо, и, да, вот он, Ва, да, посух Ва, Наваль, да? Значит, спонсоров, которые ведут себя не идеально хорошо, называют праведниками-благотворителями, а на самом деле, если приглядеться, это никакой не благотворитель, не надив, прекрасное слово, а Наваль, то есть мерзавец, и говорит пророк Ишияву, что вот сейчас времена плохие, но придет другой царь, по-простому говоря, это царь Хисияву просто, при котором это безобразие прекратится. То есть черное не будут называть белым-белым-черным, то есть праведные люди, они реально получат высокую оценку, а мерзавцы и жадины, хилай, здесь еще одно слово было у нас в пятом пасуке, тоже жадные человеки, тоже не будут называться самыми высокими, прекрасными титулами, их больше не будут награждать без причины. Ну, вы понимаете, как это работает, мы с вами об этом говорили в прошлый раз, что человек, у которого очень много денег, который при этом очень жаден, который прямо вот издевательски себя ведет в отношении других людей, его начинают хвалить. Даже за самую маленькую цдаку, за какие-то 10-20 долларов, которые он кому-то когда-то дал, его начинают хвалить и прославлять. И говорить ему, какой он молодец. Таким образом его пытаются размягчить, разжевать, на то, что ему дал еще. То есть он подумает, что если его вот так вот хватит, хвалят за 20 долларов, можно действительно в следующий раз еще 10-20, 30 долларов отвалить от щедрот. В общем, короче говоря, пытаются над ним работать. Ну, знаете, что способы прорабатывания этих богатых, жадных людей, они многочислены. В 90-х годах, по их ли мы не можем это исчисление, когда в России развилось огромное количество абсолютно даровых, казалось бы, денег, но эти даровые деньги очень часто стоили жизни тем, кто их приобретал. В общем, в те самые замечательные лихие 90-е, раввины тоже начали приспосабливаться к окружающей среде и учиться, вот как это нужно. Хотел сказать, выцыганивать, слово это мы вычеркиваем, это некрасивый глагол. Вынимать тоже как-то грубовато. Инициировать богатых людей на то, чтобы они платили в общины и синагонии. Что только не делалось. Узнавались всякие подробности их жизни, личной, прошлого им. Например, Равин мог поехать на кладбище, где похоронена любимая бабушка олигарха, и стоять на могиле, ну или один раз съездить туда, потом уже вернуться домой и не стоять там, но позвонить олигарху и сказать, что вот я стою над могилой вашей дорогой бабушки. Видно, что я давно никто не посещал. Нужно заказать обязательно молитвы для ее души. Ну как, бабушка, которая вместе с этим олигархом, когда ему было 7 лет, строила кубики, неужели эта женщина не заслуживает того, чтобы заказать молитву? Ну а где молитва, там и что-то еще, и что-то еще. А еще очень хорошо заказать для нее такую вещь и такую вещь. И так постепенно для общины зарабатываются деньги. В общем, какими-то правдами и неправдами этих людей, которые, в общем-то, не были настроены на то, чтобы становиться благотворителями, пытались благотворителями сделать. И это, конечно, святое дело само по себе, безусловно. Когда человек ничего не дает, ничем не делится, не исполняет заповедь здаки, инициировать его на то, чтобы он эту заповедь исполнял, это замечательно. Другое дело, что, как здесь было сказано в Пусоке Геи, как это сейчас будет продолжаться в 6-м и 7-м стихе, здесь надо знать меру. Это очень тонкий момент, потому что, когда речь идет про деньги, особенности большие деньги, знать меру тяжело. Как-то вот сама собой мера забывается. Она пропадает в тот момент, когда речь идет про большие деньги. Даже она может изменить меру, чувство меры может изменить. Даже самым высокореглигиозным людям. Потому что все-таки, к сожалению, в нашем с вами несовершенном мире материальные аспекты настолько большую роль играют, что действительно кажется, вот если ты сейчас не достанешь этих денег для общины, для синагоги, на ремонт или на что-то еще, вот если ты этого сейчас не добудешь, то все пропало. На самом деле, вы понимаете, что написано в Талмуне не совсем так и даже совсем не так. Цибуро и Немейс, мы учим, что община никуда не девается, никуда не умирает. И, конечно, нужно обязательно предпринимать старания, прикладывать усилия. Это безусловно. Но если ради достижения денег следует называть, прямо вот необходимо назвать белым и черным белым, это уже перебор. При самых высоких целях. И поэтому говорит, очень важную вещь здесь пророк Ижаяеву, что вот сейчас придет царь, царь Хискияеву, следующий праведный царь после Ахазы. Про это время идет речь. И уже не нужно будет все это делать. Это на самом деле великий момент. Потому что, если при царе Ахазе, который просто закрывал еврейские школы, там, в школы, там, синагоги, он это, мягко говоря, не приветствовал. Он, как вы понимаете, был большим врагом всего этого дела. Он был настоящим, убежденным и делопоклонником. Там при нем, как вы помните, бросали детей в огонь. Вот это была любимая. Излюбленная, забава ужасная. Царь Ахаз все это запрещал. И поэтому, для того, чтобы что-нибудь на хорошее дело, у какого-нибудь богатого человека во времена Ахаза, вытянуть, нужно было действительно какие-то невероятные усилия предпринимать. И поэтому приходилось, видите, здесь... И это неправильно. Ну, приходилось называть мерзавца благотворителем, жального человека называть прям добрым и щедрым. То есть, во всяком случае, для того, чтобы что-то из них вынуть, приходилось воровать. Сейчас, говорит пророк Мишаев, настает прекрасное время, когда это делать не нужно будет. Потому что настанет мода на правильность. Потому что, когда царь правильный человек, оказывается, и вся паста подтягивается. Все тоже начинают вести себя более точно. И дальше, вот, достаточно жесткое описание вот этих вот мерзавцев и вот этих жадин, которые неправильно себя ведут во времена царя Ахаза, как они действуют. Это вот пасуква. Видите, тут очень все прозрачно описано. Ничего сверхсложного, казалось бы, здесь и нет. Да, пасуква. Ибо Наваль, вот этот мерзавец, он не вала мерзости едобер будет говорить. Что это означает? Мерзавец будет говорить мерзости? Понятно, это автология. Нет, никакая не автология. Есть времена, когда мерзавцы стараются, в общем-то, изображать хотя бы из себя порядочных людей. То есть хотя бы как-то красятся в приличные цвета, в симпатичные. А есть времена, когда им это не нужно. Когда разрешается. И это абсолютно спокойно происходит в обществе. Это приветствуется в обществе. Вести себя вот так вот отвратительно, мерзко себя вести. То есть вот эти свои мерзкие элементы внутренние, элементы личности, наоборот, выставлять на показ. То есть то, что в одних временах, вы знаете прекрасно, что я имею в виду, казалось и почиталось неприлично, непотребным. Бывают времена, когда наоборот. Считается, что вот это непотребство и безобразие, это как раз и есть крутизна. Это и есть такой прям вот кул. Шикарное поведение. Человек свободный. Показывает, что он может. Никого не стесняется. Идет вперед и демонстрирует все, что. Это уже было или есть? Не дай бог, хочется сказать и будет. Нет, мы надеемся, что это не будет слишком долго затягиваться и продолжаться. Но мы видим с вами, что то, что когда-то люди скрывали, потому что за это наказывали, и вообще это было неприлично в обществе все. Сегодня это считается достижением. Это модно. Это ярко. Это те, которые приличные, а не отсталые. Они уже все, они уже остались в позапрошлом веке. А те вот эти, которые непотребны, они как раз впереди. И на лихом коне. Это то, что он говорит. Мерзавец будет откровенно говорить эти мерзости. Им им не нужно будет скрываться. Все будет показано. Вы знаете, я не случайно затянул эту неприятную песню сейчас. Потому что невала вообще мерзость. Это однокоренное слово с выражением менувалим. Мерзкие люди так называются в традиционной нашей терминологии, еврейской, люди нетрадиционной ориентации. Так они называются, менувалим, от этого слова. То есть поскольку это вещь, отдаленная от Бога, которая противоречит самой структуре мироздания, где соединяется мужское и женское постоянно, опровергает эту структуру мироздания. Это называется мерзким. Потому что мерзость это то, что наиболее отдалено от святости, от божества. И поэтому тут вот, когда мы говорим про мерзких людей, которые говорят мерзкие вещи, то есть демонстрируют свою мерзость, мы в общем, в том числе говорим и о том, что происходит сейчас. От времени царя Ахаза в этом отношении мы недалеко уехали. Так, велибо и сердце его, очень интересно, его сердце, сердце этого мерзкого человека. Я-А-Сэ-А-Вэн сделает несправедливость. Странная вещь. Казалось бы, сердце, оно не делает ничего, оно задумывает. В сердце могут быть какие-то побуждения, как мы говорим, да, помышления сердца, как это в книгах написано. Здесь очень резкая такая формулировка. Сердце делает всякую несправедливость. Кем образом это понимаете? Удивительный, точный пшат, когда там не дали. Написано, что сердце человека желает, так в том мире сказано. Ну, глаза видят, сердце желает, а руки там и ноги делают. И прочие органы. Это что означает? Это означает, что сердце действительно, казалось бы, только может желать, оно только хочет. Оно что сделать не может. То, что нужны остальные. Оказывается, здесь это настолько без вариантов, что после того, как сердце чего-то пожелает, руки и ноги все это сделают, что считаешь, что сердце само делает. Потому что как только человеку чего-то хочется, ничего не может его удержать, если у него есть возможности, например, финансовые возможности от того, чтобы этого добиться. Это, в общем, огромное испытание. Потому что мы здесь говорим про богатых людей, да? Поэтому их называют молодцами, праведниками, благотворителями. Потому что после того, как они все вот это делают, они заходят в какую-то свою там реформистскую синагогу и приносят туда пачку денег. Да, или большой чек, на котором написаны нули, понимаете? То есть, естественно, там, куда они пришли, немедленно начинают восхвалять и поднимать до небес. После того, что они все вот это вот сделали и будут продолжать завтра и послезавтра. Это тяжелая проблема, о которой идет здесь речь, да? Так вот, у него настолько эти вещи безвариантно происходят, то есть, как только его сердце ёкнуло, что ему чего-то хочется, никаких не может быть сдерживающих центров у него, и он мгновенно это хватает. Когда есть возможности, когда у человека есть деньги, он может себе практически все в этом мире купить. А за большие деньги можно купить не практически, а даже теоретически все вещи. Мы говорим, что там, не купишь любовь и не купишь хорошие отношения, это тоже очень относительная вещь. Потому что человек, который обладает такими огромными деньгами, в конце концов, он может добиться любви определенного рода, сорта. Например, женщин или мужчин, что ему надо, да? Почему? Потому что есть действительно люди, которые так любят большие деньги, что тех, кто эти деньги готов предоставить, они реально бескорыстно любят. То есть, они бескорыстно любят большие деньги, настолько они их любят, да? Такая любовь к большим деньгам, что действительно он начинает любить того, от кого эти деньги приходят. Реально, по-настоящему любить. Это, между прочим, касается не только таких совсем меркантильных людей. Это, в принципе, особенность нашего мира. То есть, человек, который готов давать тебе деньги, если он их действительно дает, и есть надежда на то, чтобы продолжать давать, и если тебе не надо для того, чтобы он их тебе давал, там, совсем уже безумно, бесконечно унижаться, а ты, допустим, там, делаешь какую-то не совсем сложную работу для него, а он тебе постоянно эти деньги дает, то есть, тебе повезло, да? А, то есть, вот, ты делаешь какую-то небольшую работу, а тебе много денег занятошь. Ты не будешь слушать, когда тебе про этого человека будут говорить что-то плохое. Так мы устроены. То есть, потому что, если ты сейчас начнешь внимательно слушать всякие гадости про него, так через пять минут этого прослушивания у тебя возникнет вопрос внутренний, вопрос твоей совести, а почему я с ним работаю, с таким негодяем? Поэтому я вас не слушаю. Это прекрасный человек, он такой добрый и щедрый. Мерзавец никакой не мерзавец, он благотворитель. Вот это то, что здесь буквально говорит пророк Ижаян. Никакие они не гады последние. Они праведные, прекрасные люди. Одно то, что они столько денег дают в синагогу, уже обязывает называть их праведными и прекрасными. Только это вот, говорит он, это вот такие люди, у которых сердце, как только пожелает, они сразу делают. Даже ничего, не задается никаких вопросов. Дальше, видите, ла-ассот хонет. Делать вот этот хонет. Что такое хонет? Опять лесть. То есть, делать лесть. Это о чем идет разговор? Человек, который сам по себе имеет столько денег, он делает какую-то лесть, в том числе. Это люди, которые понимают, что они не обязательно самые богатые в этом мире. И когда есть еще кто-то более богатый, чем они, они, естественно, тоже готовы к этому человеку подольститься. То есть, это вся эта система многоэтажная, что хочет сказать пророк Ижаян. Каждый пытается лизнуть в щечку, а еще и не в щечку, лизнуть того, кто чуть-чуть выше стоит по количеству денег. А на втором этаже лизут тех, которые на третьем. И так вот. Это система лизоблюдок таких, да? Многоэтажная, из этажа на этаж они переходят. И там наверху где-то сидит самый-самый толстый, самый мощный, самый богатый. Ну, по всей видимости, во времена царя Ахаза, это, собственно, сам царь, который уже собирает полную дань этого лизоблюдства, этой лести, этого низкопоклонничества со всех. Потому что выше него уже просто никого нет. И поэтому ему несут дары, комплименты делают все 10-20-100 этажей, которые под ним находятся. То есть это вот такая система лестия, которая идет из этого. Вот у ледобэр и говорить эль ашем, к богу, говорить про бога, то а, то есть заблуждение. Что, о чем идет раздовольство? Зачем нужно говорить про бога какие-то заблуждения? Очень просто. Люди же, с другой стороны, хотят чувствовать себя и связанными с высшими ценностями очень часто. При всем, при этом, что вот эта вот система лизоблюдства вся работает, а при этом хочется быть мембером. Как это все работает? Я говорю, что так оно и нужно. Что значит заблуждение про бога? Что это же для чего делается все? Не потому, что просто я хочу сказать про плохого человека, что он хороший. Нет! Это делается для того, чтобы инициировать этого человека, давать пожертвования в синагогу и вообще. Это делается из самых высших соображений. А если это из самых высших соображений, значит, Господь этого только и хочет. Он что, не хочет, чтобы в нашей синагоге прекратила крышу течь? Он что, Господь вообще не хочет, чтобы мы собрали пожертвования со всех этих людей и золотали дыру, но хочет, чтобы она нас капала? Господь только и желает и ждет, когда, наконец, прекратит капать синагогальные крыши. Ну, а если для этого нужно говорить всякие глупости и гадости и, так сказать, поклоняться людям, которые этого совершенно не заслуживают, оказывать им невиданные знаки внимания и почести, целовать их во все места, так это и есть желание Господа, чтобы крыша не текла. Ну, это же деньги за ради денег. Это же святое. Вот такое предлагается объяснение. Это называется тоа. То есть типичное заблуждение. Творец ищет истины и хочет истины в этом мире. И такие вот заходы к богатым людям до такой степени отвратительные активы, они, разумеется, противоречат его воле. Дальше. Хуж легорик нефеш раэв. Опустошить душу голодного. В конечном счете. Здесь же ситуация какая. Потому что эти богатые люди ниоткуда забирают. Как они обогатились? Часто очень бывало в старые добрые времена. А иногда, вы знаете, и сейчас это происходит. Что люди обогащаются за счет того, что они грабят других. Каким образом? Не то, что они обязательно стоят с оружием на большой дороге. Они, например, отжимают чужой бизнес. С помощью какой-нибудь налоговой инспекции. Пишут всякие письма. Например, какой-нибудь маленький бизнес. Какая-нибудь очень перспективная компания. Небольшая. Которая растет. И большой человек, большая акула бизнеса видит эту маленькую компанию. Что я вам буду рассказывать. Он ее... Слияние и поглощение это называется. Да? И это делается подчас самыми, что ни на есть, ужасными методами. В особенности, когда мы говорим не про какие-то более или менее цивилизованные общества. А когда мы говорим про то, что происходит кое-где у нас порой, не будем показывать пальцем где. Понимаете? Как эти слияния и поглощение малого бизнеса, перспективы, как отнимают идеи. И что происходит с человеком, который все вложил, например, в этот свой маленький бизнес. Он на него надеялся. Он такой умник. Он его придумал. И у него все отняли. Это называется опустошить душу голодного человека. То, что здесь написано. То есть, таким вот образом, постепенно, вот эти вот люди, которые теперь ходят в синагогу с большими деньгами, они вот так свои капиталы сколотили, собрали все эти деньги за счет издевательств над другими людьми, за счет всяких несправедливостей в отношении других людей. И сейчас мы должны хвалить, чтобы они не ушли в другую синагогу. Они же уйдут в другую синагогу. Что? Одна синагога? Поэтому мы должны их сейчас хвалить и целовать, чтобы они не убежали. Что мы делаем таким образом? Мы таким образом становимся не просто их союзниками, мы становимся их соучастниками. То есть, вот весь этот процесс слияния и поглощения, отъема чужого бизнеса, воровства чужих идей, вся вот эта история, на которой они обогащались. Мы становимся теперь соучастниками, потому что мы называем этого человека молодец, праведный, умный, прекрасный благотворитель, который нас всех здесь осчастливил своим присутствием, баруха-шем, и прямо в синагоге, раввин через весь зал к нему бежит, чтобы пасть к нему на грудь. Понимаете? И что? Я не говорю про настоящих каких-то раввинов, мы таких раввинов не знаем. Мы говорим, где-то, если вдруг такое происходит, если вдруг через весь зал раввин бежит, чтобы пасть к нему на грудь. И это вот тоже здесь написано. Значит, они вместе с этим раввином, виртуально так надо представить, да, опустошают этих голодных, забирают у них денег. Почему? Потому что если раввин висит у него на шее, это означает, что то, что этот человек делает, все хорошо. Кто еще должен ему сказать, правильно он делает или нет? Кто еще должен поставить сертификат кошерности на его поведение, как если не раввин, который через весь зал бежит к нему пасть на грудь. Если он, значит, его так любит, значит, все хорошо. И он приходит домой, этот человек приходит домой после всего того, что он наделал, да, он после этой синагоги приходит домой с ощущением, что он, да, действительно молодец, что он помогает общению, что он ее важный член, важнейший член общины. И поэтому он будет продолжать себя вести в том же духе. Его никто от этого вот образа жизни, от такого поведения, а такой нечистоты на руку, никто его не отучит, наоборот, его поддерживают. Значит, они все это делают вместе, все эти люди, да, вместе с ним, значит, как бы, те, которые его поддерживают, они вместе с ним это все и проделывают. У машки и напиток цаме жаждущего я в силу убираю. Но это хуже, вы знаете, мы с вами говорили, что эти две метафоры в святых книгах, когда речь идет про голодных и про жаждущих, это две разные идеи. Голодный человек, в конце концов, это, конечно, страшно. Мы с вами знаем, что голод – это страшная вещь. Но жажда, она, как известно, принципиально кушана. Известно, что нет более страшной смерти, так написано напрямую в Талмуде, чем смерть от жажды. То есть среди тех смертей, которые наступают не в результате каких-то специальных ужасных насильственных действий, пыток каких-то изощренных, да, среди обычных человеческих смертей смерть от голода – это, в принципе, ужасная вещь, но она не такая болезненная, потому что, в конце концов, где-то, в какой-то момент человек просто засыпает, как бы, да. То есть если он умирает от голода, то есть он что-то пьет, у него, например, вода какая-то есть, но он совсем не имеет еды, и он постепенно так вот гаснет, да, истощается и умирает. Он как будто бы засыпает, это все равно, что человек замерз где-то, да, нечто подобное. Смерть от жажды, вот это вот обезвоживание организма, это муки ужасные совершенно, да, и человек умирает именно в мучении, страшно от этой жажды. И вот это здесь написано, что бывает так, что эти богатые люди, они собирают, собирают свои капиталы не только мучая голодных, но и даже мучая жаждущих. То есть какая идея, какая метафора здесь. Даже не просто тогда, когда отнимается капитал у человека, ну и тот, конечно, очень переживает, но это не конец света для него. Когда буквально отнимают последний, когда человек чудовищно страдает в результате, так сказать, наездов на его бизнес, его там мучают, над ним там издеваются, как в старые добрые времена там подключают утюг, и его там гладят, чтобы он подписал все документы. То есть бог знает, что творят, то есть реально мучают человека для приобретения денег. Ничего. Мы все равно назовем его праведником, все равно его будем целовать. Это тяжелый очень случай. По сути, Заян говорит, вы хейлай, а вот этот вот кейлай, то есть жадный, жадный человек, кейлав его имущество, то есть его сосуды, раим, плоти. Ну это очень известное место в Талмуде, на эту тему я уже не стал тащить Талмуд, потому что у нас есть из-за чего таскать Талмуд сегодня. Это очень интересный момент. Что такое жадина, его сосуды, плоти? Оказывается, когда мы приходим с вами в некий дом, когда-то мы говорили на эту тему пару слов, это очень интересный такой нравственный момент в наших книгах. И мы знаем, что человек, который там живет, хозяева, которые там живут, люди очень жадные. Они не любят никого кормить, не любят никого приглашать. Ну, нет у них такого обыкновения. Но если ты уже туда попал, и, например, ты человек хлебосольный, ты там всех приглашаешь. Они, вот эти хозяева, чувствуют себя неудобно, что ты пришел, и ты такой вроде как добрый, хороший, щедрый. А они особо никого. И они вынуждены тебе что-то дать. И вот сейчас они ставят перед тобой одну тарелку, другую тарелку, они тебя кормят, принимают, проявляют гостеприимство, наступая на горло собственной песни. Значит, в Талмуде написано, что большого здоровья от той еды, которую вы у них съедите, вы не получите. Потому что они своим характером, этим поганым, они, так сказать, заряжают эту еду отрицательной энергией. То есть они не хотят ее вам давать. Правильно? Они не хотят эту еду, значит, замечательную, которую вы сейчас у них съели, может быть, даже вкусную, не хотят ее вам ставить на стол. Потому что они жадные люди, они к этому непривычные, они этого не любят, а все равно вынуждены. И получается, что они как бы кормят тебя, наступая на горло собственной песне, и ничего хорошего от этой еды не будет. Поэтому здесь написано, что все вот эти сосуды жадного человека, которые выставляются на стол вынужденно, они плохи, в них ничего хорошего в этих сосудах тебе не придет. Это вредная, так сказать, еда, поэтому у такого человека желательно вообще не кушать. Так, отказаться, сказать, ой-ой-ой, не надо, я уже ужинал, спасибо большое. И они испытают огромное облегчение. Будет приятно, что вы отказались. И они прямо благословят вас внутри себя. Какой молодец, не заставил нас ничем себя кормить. То есть, есть такой момент, что не нужно брать этот хлеб, не нужно есть эту еду у людей, которые тебе не хотят ее. И вот это вот, опять, про них уже. Гу-он. Зимот-яац. Всякие злые вещи. Зимот, это на самом деле, вы знаете, что зима – это разврат, в данном случае это как мезима, как злые задумки такие, нехорошие, некрасивые вещи, советовал лехабель травмировать, а не им, бедняков, беиммерей с помощью слов шекер лжи. Очень любопытный момент здесь, чем отличаются, значит, мерзавцы в предыдущем стихе от жадных людей в этом стихе. Оказывается, что это совершенно две разных категории. Мерзавцы в предыдущем пасуке – это, может быть, совершенно не жадные люди. Наоборот. Мы только что говорили. Это, может быть, шикарный благотворитель, который кучу денег дается нам. Перед этим ведет себя как мерзавец, отжимает чужие бизнесы, занимается бог знает чем, да, но при этом он очень щедрый человек. Этот второй, он, как здесь было написано, видите, травмировать бедняков всякими злыми задумками, всякими ложными злыми задумками. Он делает это не потому, что он просто привык к этому считать, что это хорошо. Предыдущий это делает, потому что, ну, в общем, наплевать, у него нет этих нравственных ограничений. А этот жадный, у него, да, есть ограничения. Он бы хотел бы не обирать бедных. Он бы хотел бы не издеваться над несчастными. Но не может, потому что вот эта жадность, вот эта страсть к накоплению денег, чтобы их было больше, она ему не дает жить. Он не может не обирать несчастных. Он страдает из-за этого. Знаете, есть люди, которые прям переживают. Каждый раз, когда они делают что-то плохое, они страшно переживают. Прям их совесть мучает, после этого они опять это же делают. Их опять совесть мучает, и мы с вами из-за этого говорим, что совесть очень часто у этих людей превращается в крайне вредное качество. Потому что она его успокаивает, эта совесть. Она ему говорит, ты посмотри, как ты страдаешь из-за того, что ты грешишь. Смотри, как ты страдаешь из-за того, что ты опять обманул какую-то вдову или какого-то сироту. Да, ты же, ты же прям место себе, поэтому ты хорош человек. Вон тот мерзавец, он действительно мерзавец. Он все это делает, просто потому что ему наплевать. Он уже может этого не делать, у него уже достаточно денег, и он даже не любит деньги. Этот идиот не любит. Он их сорит, сорит ими во все стороны. Урод такой, понимаете? Он не потому, что он так любит деньги, это делает. А просто потому, что он такой плохой человек. А ты каждый раз страдаешь. И просто не можешь. Тебе нужно заниматься этим накопительством, потому что ты подвинут на этом накопительстве, с ума сошел, помешался на этих деньгах, хотел сказать, бабках, это было бы более правильно. Понимаешь, помешался на этом, на всем, и не можешь иначе. Но ты же как страдаешь из-за того, что ведешь себя как безнравственный человек. И совесть его таким образом очень здорово успокаивает, потому что он чувствует себя хорошим человеком по сравнению вот с этими вот, которые даже и даже не переживают из-за того, что нет. И вот это то, что здесь написано. У Бедаберы, когда он говорит Эвьон с ледником Мишпад. Судом. Очень интересно. Очень интересно то, что именно здесь, это, знаете, надо искать по всему Танаху, 32 главе пророка Ишайу, Ягра, Раши приводит, что такое Мишпад. Суд. Что вот это удивительное еврейское слово Мишпад, очень важное суд. Оно, оказывается, имеет три значения. Только здесь Раши это приводит. Что такое суд с еврейской стороны? Он говорит, что, во-первых, суд – это начало сбора аргументов. Что это такое? Когда идет суд, сидит судья, приходят, давай, две спорящие стороны, приходит вот этот вот жадный человек, который отнимает, например, недвижимость дома, отнимает у бедняка, и сфабрикованные документы, морочит голову, говорит, что на самом деле это не его дом, на самом деле я его, так сказать, раньше приобрел, или что-то, не знаю что, какие-то документы липовые про наследство, Бог знает, что морочит голову, значит, приходит отжимать недвижимость. И вот эти вот изложения аргументов – это суд. Это первое, что называется словом суд, когда мы в суде слышим позицию одного, позицию второго, и начинаем это анализировать. И про этот этап, суда номер один, здесь говорится, что человек приходит во всеоружие. Вы знаете, что в определенных местах мира, а часто это бывает и во всех местах мира, без исключения, богатые люди, у которых есть очень серьезный ресурс воздействия на суд, очень сильные адвокаты, например, они фактически заранее обеспечивают себе победу в суде. Потому что я не должен вам рассказывать, когда происходит, например, у нас в стране, хотя у нас здесь в стране по сравнению с другими местами мира суд еще, можно сказать, просто замечательный по сравнению с другими местами мира. Тем не менее, очень мощные адвокаты, которые не проигрывают дел, которые берут большие деньги, которые известны, они же в отношении с людьми находятся, их судьи прекрасно знают. И я это видел просто своими глазами в суде, как хороший, высококачественный профессионал-адвокат. Он приходит в суд, и людям вообще ничего не надо делать. Он подходит к этому судье, он что-то там бла-бла-бла, как у тебя дела, как твоя, как моя. А ты знаешь, а моя вчера говорит. То есть это все происходит там вот, рядышком, перед самым началом процесса. Вот они поговорили. А слушай, вот у меня такой кейс. Какое-то такое кулварное общение, очень мягкое, очень ласковое. Все друг друга знают. Конечно, это не исключает того, что происходит потом реально судебный процесс. Но поскольку эти люди, они все очень близкие друг с другом, они все общаются, вместе играют в гольф. Понимаете? А мы с ними в гольф не играем. Если у нас, допустим, какой-то дешевый адвокат, который там вообще не вхож во все эти поля для гольфа, так что он сделает? Какой-нибудь государственный защитник. То есть все это, к сожалению, связано с простыми взаимоотношениями между людьми. И это называется суд номер один. Первый. То есть вначале, когда ты уже понимаешь, что твой адвокат, который берет, Бог знает сколько денег, он твою проблему решит. То есть ты, конечно, много денег заглотил за адвокату, но дома отжал. То есть все равно остался выигрыш. То есть у тебя есть возможность вложиться в эту аферу и в итоге получить на выходе прибыль от этого несчастного, которого ты облапошил в суде, своими липовыми документами. Так это первое. Вторая вещь называется в суде, это гмарди, приговор. Словом суд называется приговор. Понятно? То есть это как бы окончательное решение суда. Судебное решение тоже называется словом мишпан. То есть начало суда, судебный процесс называется суд, и приговор называется суд. И, конечно же, словом суд называется наказание по-еврейски. Между прочим, Раши постоянно говорит, что вот это вот то, что его наказывают страданиями. То есть человека, например, могут приговорить к избиению в старые добрые времена, вы понимаете, да? 39 ударов могут ему дать. То есть физические наказания, страдания. Это называется в переводе на старый французский язык словом юстиция. Вот, пишет Раши в своем комментарии, в рейске. То есть юстиция, это вам никакая не вообще юриспруденция. Это вам никакое не вообще просто вот это вот место в государстве, государственный институт, который занимается судом. Оказывается, изначально, значение этого слова тысячу лет назад Раши это пишет, это когда наказан. То есть юстиция, это то, чем все заканчивается. То есть когда уже приговор вынесен, и судебные исполнители начинают массировать того, кому этот приговор вынесен. Или отнимают у него деньги, или избивают его там кнутом, или чем еще, да, в старые добрые времена. Это, оказывается, есть настоящая юстиция. Вот, вот что. В сегодняшнем иврите это слово употребляется в бытовом языке? Юстиция? Не, 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 не. Это Раши пишет у меня, говорит, по-французски. На моем старо-французском языке Раши он постоянно же переводит на старо-французский язык, чтобы его ученикам было понятно, о чем он говорит периодически. Вот на нашем языке это называют словом юстиция. То есть в принципе тогда, тысячу лет назад, было совершенно понятно в Европе, да, что юстиция это никакой не судебный процесс, и никакое не изучение права, да, а это, понимаешь, выдавание всем сестрам по серьгам, ведь егало по голове тяжелым кулаком. Вот это уже, вот это вот. А мешпуха это же семья? Мешпат это суд, мешпаха это семья, это разные слова. Разные корни, да? Мешпуха да. Вот. Такое то, что он здесь говорит, что они вот таким вот образом отжимают, издеваются над видниками. А дальше по сука хэт, говорит, замечательно, Венади, а человек, который называется настоящим благотворителем, он недивот яац, он такое благотворительное, благотворительность свою советует, сейчас мы объясним, что это такое, В, У и Он, аль недивот на этой благотворительности, якум, восстань. Очень простая идея, что значит, он сначала советует благотворительность, а потом он на ней стоит. Очень важную, простую вещь объясняет здесь. Мальвил, он потом стоит на этой благотворительности, а сначала он ее советует. Какая идея? Идея в том, что человек не использует свою благотворительность. Настоящий благотворитель этот человек, который делает то, что он делает, ради того, что он делает. Он это делает не для того, чтобы показать потом какому-нибудь налоговому ведомству, какой он невероятно крутой благотворитель. Какие огромные суммы он перевел на книжки для слепых детей. Или что-нибудь в этом роде, да? Не для этого это делается. Он делает эту благотворительность не для того, чтобы показать, какой он благотворитель, чтобы жениться на дочке какого-то супермиллиардера, который очень большой благотворитель, например. Это тоже очень важный момент. Когда ты хочешь втереться в доверие к какому-то абсолютно, так сказать, просто солнцеподобному миллиардеру, а ты только миллионер, а не миллиардер, ты хочешь к нему втереться в доверие, что ты делаешь? Ты должен уподобиться ему, ты должен вести себя как он. Например, если он очень любит кататься на лыжах, ты немедленно идешь учиться вот это вот, поломал себе три раза ноги, но зато потом все равно научился ехать на лыжах с горки, да? И вот вы уже на одном курорте едете с горки, совершенно случайно там сталкиваетесь, у вас совершенно случайно завязывается роман с его дочкой, и вы совершенно случайно на ней женитесь. Ну что, ради этого стоило поломать ноги. Так то же самое и здесь. Понимаете, какой-то там дядя является великим благотворителем, сдает благотворительным организациям какие-то фонды, которые неизвестно, что с этими дядями потом делают, это никто не видел, никогда не проверяет. Какие-то для голодных африканских детей, какие-то миллиарды долларов, и все равно эти дети почему-то продолжают голодать, никто не понимает, что происходит. В общем, все вот это вот, как это обычно делается, вы знаете, прекрасно, и я хочу подобраться к этому человеку. Как я должен? Я должен начать быть святым благотворителем, и тоже вот абсолютно бескорыстно. Все это не то, что делает человека настоящим благотворителем. Только тогда, когда, если он вдруг, да, вдруг. Есть такие люди, они существуют, я их видел в своими глазами. Они есть, их не так много, но они есть. Человек действительно делает это дело ради дела, ради того, чтобы кому-то помочь? Да. Тогда он называется нагиб. Он думает, он советует, то есть он все время продумывает внутри себя, как бы это все правильно сделать. И только после этого, благодаря этому, написано, что он устоит на это. Что он еще устоит на это. Что сверху ему будет дано огромное благословение, благодаря тому, что он так себя ведет. То есть он в итоге выиграет. Но как вдруг он начинает думать о том, что он это делает для того, чтобы выиграть, он уже не называется благотворителем, ему никто ничего не даст. Да? Никакого благословения не получит. То есть он может выиграть, получить какой-то корыстный интерес на своей благотворительности только в результате того, что он не думает об этом корыстном интересе. Такая вот парадоксальная ситуация. Но это, разумеется, касается Бога, это не касается людей. Если речь идет о корыстных целях, связанных с людьми, то, конечно же, он достигнет в нашем-то несовершенном мире, если он правильно будет действовать, благодаря своей корыстной благотворительности он достигнет своих целей, и, конечно же, и в депутаты его выберут. И он потом начнет лоббировать и зарабатывать страшные деньги на этом. Все это будет благодаря его корыстной благотворительности, обязательно это все произойдет. Мы просто говорим, что благословение свыше дается только тем, кто об этом корыстном интересе не думает. Дальше про женщин. Поразительный кусок про женщин, который совершенно с первого взгляда непонятен. Мы сейчас быстренько с вами прочитаем буквально 4 стиха. Подряд. Потом будем в них разбираться. Нашим женщины, 9 стиха, шананод, спокойные, абсолютно спокойные. Вот если бы было одно такое слово русское, которое означает «ну вообще все наплевать, вообще спокойные абсолютно». Женщины суперспокойные. Каким-то особо спокойным и абсолютно уверенным в себе женщинам обращается пророк Ишаян. Что-то за женщинам. По сути, десятые. Такие есть? Да, интересно. Ямим аль-шана. Дни на год. То есть каждый следующий день, с самого начала года, как еще объясняю. Тиргазна вы гневите вот ход вот эти вот уверенные. Вы, уверенные женщины, гневите Бога каждый день. Вы изображаете из себя, может быть, весьма и весьма святых и правильных, но на самом деле ведете себя ужасно. Ки, ибо. Кала, бацы. Закончился сбор урожая. Осев и вот этот вот собранный урожай, бели, его не придет. Бесполезно ждать. То есть то, что вы думаете, что с вами ничего не будет, и ваши закрома Родины никогда не иссягнут, вы ошибаетесь. Дальше посок Ютали говорит. Хирэду, бойтесь, шаананот, успокоившиеся. Регаза, сердитесь, ну, в данном случае, так сказать, гневайтесь от того, что с вами будет. Вот ход уверенный в себе. Ну, как здесь объясняют, что скоро эти самоуспокоившиеся, уверенные женщины будут выгнаны в изгнание. Они будут угнаны в полон царем Сан-Хиривом, ассирийскими войсками. Их будут гнать в голом виде. То есть эти женщины, которые привыкли к роскоши, которые одевались в самые дорогие, их разденут. И единственное, что им позволят на себя носить, это маленький пояс, просто чтобы прикрыть самую-самую срамную дочку на своем теле. Это единственное, что им будет позволить. И вот в таком виде эти абсолютно в себе уверенные дамы высшего света, просто закованные в цепи, будут пешочком идти в ассирию. Страшная совершенно картина. И дальше, последнее на сегодня, аль-шадай-соб-дим, по груди будут оплакивать. То есть они будут стучать в грудь себе и оплакивать. Здесь как раз в Талмуде, в трактате Моэд-Катан, в третьей главе написано, что мы отсюда учим, что такое эспен, что такое оплакивание настоящее. Это когда люди стучат в себя в грудь и вот так вот, они страдают, по-настоящему оплакивают именно тогда, когда наносят удары по собственному телу. Аль-саде из-за поля хэме возлюбленного, вяль-гефе из-за виноградник пория плодящийся. Что это за дамы, которые потеряют и прекрасные поля, и виноградники, и которые сейчас сидят в таком состоянии, как будто никаких проблем у них нет. Говорит Малик, что это две группы дам, именно женщины. Первая группа женщин, она живет в колене-ягуды. Они называются шананонами, успокоившись. Они не называются самоуверенными, они называются полностью спокойными. Почему? Потому что они абсолютно уверены, что ассирийцы это не к ним. Потому что в конце концов вы знаете, что неприятные отношения, проблемы у ассирийцев были именно с северным царством. Именно с царем Уоши, последним царем, который предал Санхирива, попытался договориться с ефтянами, мы все это с вами изучали, и поэтому на него попер Санхирид. А мы, говорят женщины на юге, в колене-ягуды, в Иерушалайе, к этому никакого отношения не имеем. Мы можем быть абсолютно спокойными. Но сам факт того, что эти женщины сидят в Иуде, в южном царстве, когда их братьев и сестер в северном царстве убивают реже и уводят в голом виде в изгнание Санхирив, а им хорошо, спокойно, это же не ко мне. Это уже некоторая проблема. Даже дело не в этом, дело в том, что они сильно заблуждаются. Вы знаете, что Санхирив придет и в Иудею тоже. И вот эта самая успокоенность, она совершенно здесь неуместна. Другой вопрос, что когда он дойдет до стены Иерушалаима, как вы понимаете, он там погиб. Но совершенно не означает, что людям, которые живут в колене-ягуды, совершенно не о чем беспокоиться. Это раз. А вот те, которые бот-худ уверены, это те, которые понимают, что спокойными быть нельзя. Потому что идет Санхирив, это северное царство, это женщины в северном царстве. Но они уверены в своих мужчин. Они уверены в том, что как только эти ассирийцы сунутся к нам, мы их поганой метлой отсюда. То есть, в принципе, вот это вот, то, что касается этой женщины, это очень любопытный момент. Именно женщины. Потому что пропаганда, что в северном царстве, что и в южном, что во времена Санхирива, что во времена Навуходоносора, была совершенно одинаковая. Что пусть только попробуют к нам сунуть. Мы из них тут котлету сделаем, эту котлету в один присед съедим. Да? Вот такое. То есть, вот это вот ощущение, это настроение, шапка закидательская, оно процветало в обоих царствах. И в момент, когда Санхирив шел на северное царство, и в момент, когда Навуходоносор шел на южное, в итоге не осталось, ну, ничего. Понимаете? Просто вот камни на камни. Что Санхирив не оставил от северного царства, что Навуходоносор от южного. Тем не менее, понимаете, уверенность была полная. В том, что мы победим, вы помните, как это все происходило, что специально обучены, очень красиво говорившие, причем похожи на настоящих пророков, говорившие лже-пророки. Они ходили, и с такими светлыми глазами, глядя на толпу, рассказывали всем, что сейчас, как только придет враг, враг будет повержен, он будет уничтожен. И даже уже после того, как Навуходоносор пришел к Верушалае, уже первая волна изгнания была, она закончилась. Царь Юханья, который был в Верушалиме, и который не понравился Навуходоносору своими планами, опять-таки, так сказать, дружить с его врагами. И Навуходоносор просто пришел к Верушалае, снял этого царя, поставил вместо него другого, Циткияву, его дядю. И этого царя увел в Вавилон, где он, значит, сидел в тюрьме бесконечное количество времени, и после этого, там, его выпустили из этой тюрьмы, и он так и умер в Вавилоне, этот Яхонья, да? То есть, Навуходоносор уже это сделал. Он уже его отца, отца этого Яхонья, Юякина, он тоже вынул, снял с царского престола, он уже приходил в Верушалиме, снял с царского престола отца этого Яхонья, и начал тянуть Вавилон. Он тут по дороге просто умер от разрыва сердца, царь, да? И на воротах Яхонья просто умер, когда его выводили оттуда. Так это все уже было, он уже захватывал Яхонья, и Яхонья не оказал никакого сопротивления. Тем не менее, когда он поставил царя Циткияву, царь Циткияву восстал против Навуходоносора, восстал против Навуходоносора, прекратил там с ним вести себя так, как нужно было, предал его фактически, да? Так после этого началась опять эта пропаганда. Что, если он придет, мы его здесь... Последний идиот должен был быть человек, чтобы это слушать, но поскольку были пророки. Настоящие, прям похожие на настоящие. То есть не отличить прям. Прям их было много, и они все говорили, что мы всех победим, что нам враг не страшен. И единственный пророк Ермеял, который говорил, что сейчас придет Навуходоносор, и надо всем сдаваться, немедленно сдаваться. И это единственное, что сохранит вашу жизнь, ни к чему. И вашего царя, и храм, и город. Единственное, что сохранит, чтобы не было такого, что ничего здесь вообще не останется камня на камне, единственное, что это только сдаваться. Так вот, эти пророки, лжепророки на него набрасывались, на одного Ермеяла, и постоянно его избивали, и пытались его убить, и это были... И вот эти женщины, о которых здесь идет разговор, это был как раз вот establishment еврейский. Это были жены чиновников, высокопоставленных людей, министров царских, которые, как понятно, вели исключительно роскошный и прекрасный образ жизни. Что в Северном царстве перед приходом Санхирива, что в Южном перед приходом Навуходоносов. И они были совершенно уверены в себе. У них было все изумительно. Вы знаете, у другого пророка, у пророка Амоса, они называются пород башан. Коровы башан, это довольно жестко называют. То есть этих женщин называют такие коровы башанские, которые вот там обирают бедняков, и которые издеваются вообще над несчастными евреями. Потому что эти женщины, они же были инициаторами всего. Очень часто так бывает, что муж даже, может быть, столько бы и не воровал бы. Муж, может быть, столько бы взяток бы не брал бы, и так бы над бедными несчастными не издевался бы в суде, если бы не требовалось опять купить очередное колье за 35 тысяч долларов. Понимаете? Если бы не требовалась очередная шубка, да? Это нужно быть праведными еврейками, как те, которые здесь присутствуют, для того, чтобы этого не требовать у своих мужей. Понимаете? А есть же другие, которые прям... Подарок 8 марта. Да. Которые прям к нам с ножом в горло, понимаешь? Ну вот. Таких у нас нет. В 8 марта. Да, в наших. В наших. Я вспомнила. Да, да, да. Да, да. У нас в наших рядах таких не бывает, да. Вот почему я не хотел сегодня хайти? Да, да, да. Потому что обязательно что-нибудь придется тратить, да, вот с этими людьми, да. Никогда не будет... Невозможно бюджет семейный, понимаешь, свести дебет с кредитом из-за вот этого всего. Опиум. Да, опиум для народа. Раздают, да. Все время что-то надо. Я этого не говорил. Я наоборот сказал, что наши еврейские женщины, наши, они такие скромные. Надо почекнуть. Они такие нетребовательные. Это, говорят, где-то там вот эти башанские коровы с ножом в горло, понимаешь, подходят к своим мужьям, да. Вот. И да. Это то, что происходит. Это вот то, что здесь описывается, что эти женщины, говорит пророк Ишайя, они не должны чувствовать себя уверенностью. Потому что пройдет несколько лет для этих. Ну, много лет для тех, кто в колене Иуды еще долго все будет таким же образом происходить. Эти женщины, несколько поколений они еще будут сосать кровь из трудового народа, да, в колене Иуды. Ну, все равно это закончится, да? Цветочное настощение. А? Что вы говорите? Цветочное. А, то есть там прямо видно за мной цветы, да? То есть их можно использовать для чего-то позитивного. Я понимаю, да. Но это не совсем правильная идея. Да. Так вот. Последнее по поводу этих женщин, я вам скажу буквально два слова. Удивительная опять вещь, как Талмуд понимает это место. Здесь совершенно очевидно, что написано. Хоть что-то понимаешь. Что это плохие женщины. В Талмуде написано, что они, эти женщины, никуда не годятся. Что они издеваются над, понимаете, трудовым народом. Что они вот такие самоуспокойные и наглые. И что придет час, когда они с голыми, понимаете, телами пойдут в изгнание, едва ли, только, так сказать, перевезть на себя над ним. Так написано в прямом тексте пророка. Да. Ну, все наоборот. Говорит, что оказывается, из этого места, где написано, что женщины успокоившиеся и уверенные, видно, что Бог дает обещания женщинам даже больше, чем мужчинам. Поскольку это так сформулировано у пророка, что существует. У пророка написано, что существуют женщины такие вот уверенные, спокойные. Это означает, что при правильном поведении есть величайшая уверенность и спокойствие у еврейских женщин. Говорит там вот такую вещь, что уверение, которым уверил Бог женщина, оно больше, чем у мужчин. Потому что здесь написано, что женщины спокойные и женщины уверенные. И существуют. То есть, когда это праведная женщина, она может быть уверена в том, что Бог ей обещает всяких наград, всяких замечательных вещей, даже больше, чем такому же праведному мужчине, оказывается. В чем дело? Говорит Талмуд, очень интересная вещь, Ношим и Майзахин. Как удостаиваются женщины вот этого своего удивительного уверения? И, конечно, благодаря чему женщину достаиваются этих наград, конечно, речь идет об их участии в еврейской жизни. То есть, тогда, когда они ведут своих детей в синагогу, тогда, когда они ждут своих мужей, изучающих святые книги, то есть, вот таким вот образом, да, а когда они ведут своих мужей изучать святые книги, это вообще, просто можно сказать, запредельные заслуги и награды. И это, кстати говоря, вы понимаете, очень выгодно со всех сторон. То есть, когда жене такие награды, так, естественно, муж тоже же, он же рядом с этой наградой находится. То есть, тем фактом, что он позволяет себя вести на изучение святых книг, он тоже, так сказать, получает эти все заслуги и награды. Замечательно. Бог тебе даст. Да, конечно. И догонит и еще раз. Давай что? Никаких. То есть, видите, в очередной раз мы видим, как удивительно, пшат, простой смысл в Талмуде переворачивается с ног на голову, да, то есть, вроде бы, здесь написано, что они плохие, что они такие самоуверенные, и что они... А оказывается, поскольку такая фраза стоит вообще у пророка, если женщина ведет себя правильно, эта фраза может относиться и к ней, и тогда она будет самая спокойная, самая уверенная, и все будет у нее прямо на пятерку. Значит, по поводу первого греха. Продолжаем нашу веселую тему. Мы остановились на том, что в этой тяжелой беседе между змеем и женщиной, женщина, таки да, потерпела поражение. Потерпела она в тот момент, когда, как мы с вами уже неоднократно объясняли, змея, змей ей обещал участие в творческом процессе. Что ты становишься не просто, так сказать, добрым, хорошим роботом, таким андроидом, который все делает правильно, но ты познаешь отрицательную сторону мира. Ты познаешь зло. То есть он ее соблазнил вот этим познанием, в прямом смысле этого слова. Так и написано, да? По знаниям добра и зла. Это, да, товара, товара, хорошего и плохого. То есть, когда человек становится действительно творческой личностью, как бы, что сказал змей, становится равным Богу. Тогда, когда он в состоянии сравнить благо и зло, сравнить добро и зло, понять и то, и то. Тогда, когда человек находится на стороне добра и не знает ничего о зле, или знает о нем только понаслышке и вообще к нему не прикасался, не приближался, он не в состоянии это сравнивать. Он не в состоянии понять разницу между добром и злом. Только тогда, когда ты вошел внутрь этого зла, когда ты осознал, что это такое, ты в состоянии понять разницу. В чем здесь ошибка? Ну, ошибка, на самом деле, теперь, по прошествии всех этих веков, после написания всех этих замечательных книг, мы знаем, в чем ошибка. Так-то, на самом деле, не так просто разобраться. Ошибка, в общем, достаточно просто звучит. Хотя, на самом деле, это очень глубокая и тонкая вещь. Когда люди вносят в себя, впускают в себя зло, они не становятся экспертами, они не становятся специалистами в понимании добра и зла, они просто портятся. Что означает портиться? Когда человек впускает в себя зло, он, разумеется, становится от него зависим. То есть, ему хочется этого зла, он становится эмоционально привержен этому злу. И эта эмоциональная приверженность негативу, злу, она, разумеется, не дает ему объективно оценивать это зло. То есть, если бы можно было войти внутрь зла, так сказать, с фонарем, посмотреть, что там происходит, изучить его, не запачкавшись, выйти чистеньким и написать про него диссертацию, змей был бы сто процентов прав. Так мы склонны к злу. Но, когда человек входит внутрь чего-то, он, разумеется, с этим связывается. То есть, он, например, входит внутрь воды, а еще лучше внутрь мазута, например. Да, он не выйдет оттуда белоснежным из этого мазута, понимаете? Это жидкость черного цвета, и он весь будет в нем, и пахнуть будет соответствующим образом, когда он оттуда выйдет. Никаких других вариантов нет. Невозможно влезть в эту грязную жижу и выйти из нее ангелом с крыльями. Поэтому, конечно, изучение зла – это очень соблазнительная вещь. Невероятно интересная и соблазнительная вещь изучение зла. Почему? Как оно функционирует? Вы знаете, царь Шламон о этом в итоге сгорел, мы говорили с вами. Царь Шламон, величайший мудрец, все понимал и хотел внутрь этого тоже войти, постичь это, поэтому притащил к себе этого Ашмадая, царя Чертей, семь лет с ним общался. Все это мы с вами изучали. Ужасно прилипчивая и ужасно интересная тема. Людям, которые понимают, что такое плюс, благо, близки к Богу, им подчас очень интересно заглянуть вот за эту дверь, где как раз кишмя кишат всякие отвратительные насекомые, уроды и страшные они. Так сказать, непозитивные, отрицательные духовные существа. Открыть этот ящик Пандоры, открыть эту банку с червяками. Так хочется посмотреть, что там внутри. Но как только человек ее открывает, как только он в это во все влезает, он уже становится не объективным исследователем этого всего, а с ног до головы запачканным элементом этого зла. Невозможно изучить его, к сожалению, до определенного момента истории человечества, когда оно будет, так сказать, нейтрализовано, и оно будет только стоять в музее, может быть, на него, может быть, в музее посмотреть на это зло. То есть до определенного момента исправления человечества залезть в эту грязь и остаться беспристрастным исследователем не представляется возможным. То, что и произошло. То есть как только Хава посмотрела на этот плод, и вот эти все соображения, соображения изучения зла применила, то есть как написано в Торе, да, Матера и Шайзайш, что женщина увидела дерево, что оно, кемихма даэц ляц ляц кемки, что оно приятно для того, чтобы уразумить что-то, вразумиться, так сказать, стать более интеллектуальным, нахмадо-эц ляц кемки, что оно вожделение для глаз, что глаза твои, они еще не видят всего, они не видят зла, они не видят смысла зла в этом мире. И поэтому, пока ты не съел, твои глаза будут ограниченными, зрение будет ограничено. Ватихах Меперия, она взяла от этого дерева, только и съела, то есть она решила войти внутрь этой проблемы, если войти внутрь зла, как это произошло с ней, она тут же поняла, что она сделала. Это не возвратный плод, то есть выплюнуть это невозможно. Она вошла внутрь этой проблемы, проблемы понимания, осознания, чувствования зла, и поняла, что произошла катастрофа. Потому что мир, который предстал, глазам это был уже другой мир, но он был другой не в смысле того, что она теперь стала лучше и умнее, а в смысле того, что этот мир стал непостижимым как раз, стал непонятным. Потому что добро и зло перепутались, потому что, как объясняет там на месте Рамбан, этот плод давал человеку личное отношение к злу и добру. Раньше никакого личного отношения не было. Личное отношение единственное было какое? Если это хорошее, значит, это приятно. Если это плохое, значит, это отвратительно. И ничего другого. Здесь все перемешалось. То есть, вполне возможно, когда хорошее, оно отвратительное, неприятное, нехой, скучное. Почему мы перемешались? Потому что добро и зло вместе в этом деле. То есть, ты входишь в этот мир добра и зла со своим личным отношением. То есть, появляются личные, эмоциональные проявления в адрес этого добра и зла. Но у нее-то какое могло быть отношение? В этот момент. Благодаря этому плоду. Он так, этот плод, работал. Он давал человеку вот эту абсолютную самостоятельность эмоциональную в отношении добра и зла. То есть, очень часто человеку нравится плохое. Нравится отвратительное. С моральной точки зрения отвратительное. То есть, самый простой пример. Сегодня, например, мужчин влюбиться в нравственно отвратительную женщину ничего не стоит. Это вообще не проблема. Никакие века это не было. Но, я говорю, сегодня после первого греха. Конечно. Сегодня все эти века, конечно. То есть, почему? Потому что у него, когда он смотрит на эту женщину, включаются сушицы, совершенно другие механизмы. Он не оценивает ее эмоционально, как нравственно испорченное существо. Когда он, например, думает только про деньги, например. И больше ничего не беспокоит. Он оценивает ее совершенно иначе. Он оценивает ее как некую внешность, которая его привлекает, которая ему близка, которая ему нравится. А все остальное, все минусы, которые за этой внешностью стоят, он их не оценивает. И он во все это может влюбиться. Теперь, Адам, например, до греха, если ему такое показало, для него это было бы просто, понимаете, ну, такой бочонок с грязью. Мешок с грязью, а не красота. Мешок с грязью, а не желанная вожделенная женщина. Потому что это слово, это это сосредоточие безнравственности. Например, если, ну так, да, и если ты начинаешь с этим сосредоточением безнравственности общаться, ты видишь, что оно таким является. Книги написаны на эту тему. Выдающиеся писатели, знаете, мы крайне редко цитируем там литературу, просто, так сказать, для какой-то иллюстрации с вами вспоминаем какого-нибудь там этого самого Моева, да, который написал роман «Бремя страстей человеческих». Огромная книга, очень подробная, о том, что человек прекрасных человеческих нравственных качеств всю жизнь любит чудовище в женском образе. И не может ничего с этим сделать. И уходит, и возвращается, и опять уходит, опять возвращается. И это называется «Бремя страстей человеческих». В этом вся идея. То есть автор, он, собственно, о том и говорит, что вот эти человеческие страсти, которые в результате грехопадения в человеке находятся, они могут привязывать его к ужасным вещам. И он не может от них отвязаться, ему нравятся эти ужасные вещи. Это то, что произошло с Хавой. Теперь. Раб, а такой вопрос. А Творец, видя все это, зная все это, он ее не окликнул после этого? Он ее не остановил? Значит, смотрите, это же вся была идея. Остановится ли она сама? Ну, она уже не остановилась, она это совершила. То есть, вот этот момент заражения всего остального, то есть Адама, это можно было, так сказать, прекратить? Об этом-то как раз я сейчас и начинаю говорить. Просто в этом весь. как же так это получилось, что она, уже зараженная злом, втюхала это же самое зло своему дорогому супругу. Вот этот момент. Он самый любопытный. В том же пасуке написано, ватитен гам лейша и ма ватун, ва йо халь. И она дала также мужу своему с ней, и он съел. Вот эта вот формулировка гам лейша и ма, также мужу ее с ней, это странная формулировка. Ну, к Лиаканам, я говорю, безусловно, правильно? Пшат, простой смысл, он в этом учит, что она ему не просто так, она обезопасилась. Она ему дала это прямо во время интимных отношений. То есть, во время заигрывания интимных отношений она ему всучила это все, этот плод, для того, чтобы он точно не среагировал. Отрицательно, чтобы он точно это взял. Какая логика? Она уже поняла, что она себя убила. Бог сказал, что вы умрете. И она почувствовала, что связь ее со злом, который возникла, это же и связь со смертью, что она рано или поздно умрет. Она это поняла. А муж ее в этот момент еще мог оставаться бессмертным. и фактически мы с вами понимаем, как называется этот момент, когда она накормила мужа этим плодом. Это называется убийство все-таки. То есть, надо называть это, наконец, вещи своими именами. Это не просто ужин. Это она его накормила отравленной едой, в результате которой он стал смертным, то есть, она его убила. Конечно, не сразу. Там прошло тысячи лет, почти, 930 лет после этого всего прошло, пока он умер. Но это все равно преступление, которое в результате закончилось смертью. Она прожила столь долго тоже? Вроде как нет, вроде как меньше. Но в любом случае она тоже прожила огромную жизнь. Теперь, как это все понимать? Как она могла такую вещь сделать? Как у нее рука поднимать? Адам, из которого она сделана. Такая любовь. Все сделается, как всегда, из любви. Это нам все время помнить, это я все время повторяю. И это такое. Миссия в один. Да. То есть, идея такая, кто его будет любить так, как я? То есть, вот сейчас что происходит? Сейчас я умру, а он останется жить, и он женится на какого-то женщине из каких-то его дарюких потомков теперь, да? Потому что он будет плодиться и размножаться, да? И он женится, и он единственный будет бессмертен. Потому что все дети, которые родятся от хавы, они уже будут смертными, да? А он будет, вот этот Адам, торчать, как шпала. Он будет единственный, не умер, а всю историю человечества. Все будут ходить, ему знакомиться, а вот это наш предок, прародитель, здравствуйте, очень приятно, срули, а меня Адам зовут? Да знаю, как я тебя зовут. Да? Все про тебя все знают. Да? То есть, он один будет везде торчать и везде показываться. на всех телеканалах давать интервью. Скучно. Да? Во-первых, он будет. Во-вторых, кто его будет любить так, как та женщина, которая из него сделана? Никакой ваша шанса, чтобы так его понимала и так любила, и так о нем заботилась женщина, которая из него не сделана, да? Которая не из его части, никаких шансов нет. Потому что я идеальная его жена, данная Богом реально. Единственная история человечества случая, когда Бог реально дал, физически дал женщину-мужину. Поэтому он будет страдать. Он будет страшно мучиться после нашей разлуки, когда я умру. Поэтому очень барышем он тоже умру. Просто, чтобы не страдал. Не страдал в своей этой вечной жизни без меня. И вот такой прекрасный благовидный повод был использован для первоубийства. То есть первое убийство это вот это? Нет. Не Каин? Физически, конечно, Каин, он убил, да, он его скучал, там, бил, все это понятно. А это убийство, оно такое специфическое очень. 930 лет прошло, пока он умеет. Но все-таки убийство есть убийство. Даже если это убийство с отложенной смертью. То есть человеку дают яд, например, да, и этот яд очень долго действует. Но этот человек прожил бы еще, допустим, много лет, если бы не этот яд. Она, получается, первая самоубийца. Да, она самоубийца, первая, безусловно, она убила себя сначала таким вот образом, тоже, так сказать, с отложенным концом, с отложенной смертью, и дала своему мужу тоже жить. И в итоге, значит, вот, все под самым благовидным предлогом. Поэтому надо понимать, что вот это вот специфическое, особенное женское психология. Когда, опять-таки, не про наших женщин, у нас таких женщин нет, но где-то, там, далеко от нас, где-то есть такие женщины, которые иногда готовы своего супруга извести. И делается это все понятно только из любви к этому же самому супругу. То есть это вот таким вот образом объясняется. Как он будет жить, например, без меня? Как вот Хава это объясняет? Таких вот объяснений не вовремя я чихнул. Таких объяснений может быть очень много, что вот делается что-то ужасное мужчине, но из самых лучших побуждений только ради него самого. И он бы, на самом деле, если бы с ним посоветовались, он бы никогда не согласился, чтобы с ним такое и сделали. Но он же своего счастья не понимает. Он же очень ограниченный человек в этом отношении. Он что? Он видит только что перед своим подведом носом. Экран телевизора, на котором футболисты бегают. Что он там понимает в жизни? А она, жена, она гораздо лучше. Она-то как раз и есть тот человек, который понимает, что ему в жизни нужно. И это называется так сказать Хава-Стайл. Стиль про матери Хавы. Я знаю, что ему нужно. Поэтому я сейчас его отравлю, чтобы ему милому хорошо было, чтобы он не страдал. Не отсюда ли пошел обычай, когда умирал муж, жену убивали и клали? Вы знаете, это не наши методы. Это не наши методы. Я вас понимаю, мы не обвиняем. Может быть, это такое обычай, отсюда пошел, но мы ни в коем случае не обвиняем супругу в смерти ее супруга. Ну, за исключением, вы знаете, случаев, когда без всякой видимой причины вышла замуж девушка, за молодого человека, он захерел, так сказать, вот так, как свечка, погас и умер. Потом она вышла за другого и второй так же, как свеча оплыл и его нет. Вот в этом случае, если она уже двух, здесь мы уже начинаем задумываться. Да, не то, чтобы мы ее, не дай бог, обвиняем, мы просто не хотим ей давать в руки третьего, потому что все-таки опасность для жизни это очень-очень серьезный момент. Это не обвинение, не дай бог, это просто очень серьезное опасение. что? Если бы они поели бы этот плод, после шаббата, они ведь остались живы. Как? Если бы дождались бы шаббата, никакой проблем у нее, потому что шаббат, он был бы тем громоотводом и нейтрализатором зла, который, да, позволил бы им заглянуть в это зло, залезть в этот мазут и выйти чистым, потому что шаббат это скафандр, они бы вошли в этом скафандре в этот мазут и вышли бы в скафандр, ну и что, с него бы стекло. А сами бы они, находясь в этой защитной оболочке святого дня, к ним бы это зло не пристало. Поэтому шаббат человек ест и пьет, и материальное удовольствие получает, и никакого негативного воздействия на него эта материя не оказывает. даже суббота, она его таким образом экранирует от этого тела, защищает. Шаббат, конечно, это великая семья. А у них произошло это после шаббата. А у них это произошло перед самым шаббатом. Мы дождались, чуть-чуть не дождались наступления святого дня. Субтитры создавал DimaTorzok